В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте. Вот главные темы выпуска. Осторожно сосульки. Коммунальные службы активно чистят крыши и убирают наледь. Ребята у нас альпинисты, кровельщики работают в ежедневном режиме. Студенческий десант в управлении Министерства внутренних дел по Ленинскому городскому округу. У ребят наступает ответственный и важный этап в жизни, когда они должны определиться со своей будущей профессией. В сквере юность открылась фотовыставка «Зимние зарисовки». Нашим воспитанникам очень приятно и родителям в том числе видеть свои работы на таких стендах. Зима – горячая пора для коммунальных служб. Настоящим испытанием стало не только небывалое количество снега, но и сосульки. Успевают ли с ними справляться, узнаем из нашего следующего материала. Целый метр, а то и полтора. Нынешняя зима щедра на погодные рекорды. С крыш наших домов сейчас висает не только огромное количество сосулек. Поражают и их размеры. На борьбу с этими пусть и красивыми, но опасными килограммами льда ежедневно выходят десятки коммунальщиков. В этом году, конечно, ситуация тяжелая. Ребята у нас, альпинисты, кровельщики работают в ежедневном режиме. Даже выводим их на выходные. Сбивают наледь и чистят крыши семь бригад кровельщиков. Они работают как вручную, так и с привлечением различной спецтехники. Когда же к сосулькам не подступиться, даже на вышках на помощь приходят альпинисты. В муниципальной управляющей компании три таких команды. Труд альпинистов и опасный, и сложный. Чтобы, например, очистить крышу от сосулек этого небольшого дома, двум работникам нужно потратить не менее одного часа. Всего УК ЖКХ обслуживает более 500 домов в муниципалитете. И на каждом адресе с ледниковым периодом борются по всем правилам безопасности. Во-первых, мы пишем объявления, предупреждаем жителей конкретно. Тем более, перед входом стоит человек наш, человек наш, что предупреждал. И по периметру дома ограждение, оградительная лента. Если же на крыше вашего дома до сих пор остались сосульки, скорее звоните в колл-центр управляющей компании по телефону 8-495-107-5175. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видно ТВ. Управление Министерства внутренних дел по Ленинскому городскому округу посетили учащиеся четвертого курса профессионального колледжа Московия. В рамках всероссийской акции «Студенческий десант» ребят наглядно познакомили с тонкостями будущей профессии. Полицейскую азбуку изучила и наш корреспондент Галина Житкова. Экскурсия для студентов профессионального колледжа Московия началась с подробного обсуждения вариантов дальнейшего обучения и получения высшего образования по специальности. Сотрудники кадровой службы рассказали ребятам обо всех преимуществах, что дают вузы системы МВД. Будущих полицейских заинтересовало, что стаж службы начинается с первого дня зачисления, а вместо стипендии курсанты получают зарплату. Юридическое образование нашего института, оно как раз-таки очень способствует, больше, чем институты гражданские, способствует продвижению по карьере, карьерному росту. Ребят интересовало, по каким направлениям идет подготовка специалистов. Есть ли возможные варианты дальнейшего трудоустройства, например, в экспертно-криминалистическую службу. Представитель этого подразделения рассказал о работе коллег и продемонстрировал, как пользоваться основным арсеналом специалиста по сбору и исследованию улик с места преступления. Ребята заканчивают четвертый курс, нацелены идут уже на производственную практику, соответственно, на написание выпускной квалификационной работы. И у ребят наступает ответственный и важный этап в жизни, когда они должны определиться со своей будущей профессией. Программа экскурсии была очень насыщенной. Студентам колледжа показали дежурную часть и рассказали о том, как работает этот центр управления, что координирует действия оперативных служб. Особый интерес вызвала демонстрация навыков служебных собак, которых в кинологической службе сейчас семь. Обязательно нужна собака, которая будет из служебного питомника, чтобы непосредственно уже забрать ее сюда. То есть просто с улицы собачку привезти нельзя. Студентка четвертого курса юридического факультета Анна Жаринова точно знает, что после окончания колледжа пойдет работать в полицию. Уже выбрала свое направление – подразделение по делам несовершеннолетних. Я узнала, как работает в МВД и задумалась о том, что, может быть, стоит пойти работать сюда после колледжа. У меня папа работал в правоохранительных органах, и он меня подбивал к этому, и я решила пойти сюда. Во время студенческого десанта ребята подробно познакомились со зами будущей профессии и, возможно, еще раз убедились в правильности выбора. Акции проходят на постоянной основе, и уже немало вчерашних выпускников стали действующими сотрудниками полиции. Галина Житкова, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ. На фоне развития новой волны пандемии COVID-19 врачи в РКБ, где не только лечат коронавирус, но и проводят экстренные операции, продолжают спасать жизни. Весьма символично, что в канун Татьяниного дня они подарили пациентке с именем Татьяна возможность вернуться к полноценной жизни. Татьяна Александровна Дороханова живет в поселке Удельное Раменского городского округа. Попала в больницу с COVID-19. Спустя несколько дней она почувствовала боль в левой руке с подозрением на тромбоз. Ее привезли в РКБ. Тромбозы при коронавирусной инфекции это как одно из характерных и сложнее для коронавирусной инфекции. Тромбозы у нас бывают везде и в артериях и венах конечностей, в сосудах кишечника, сосудах мозга, сосудах сердца, почек. Видновская районная клиническая больница работает не только как ковидный госпиталь. Врачи делают здесь экстренные операции. После обследования пациентки диагноз подтвердился. Меня привезли сюда. Только я приехала сюда, врач ко мне подошел, заведующий, и говорит, смотри, или мы делаем сейчас тебе операцию, или у тебя будет гангрена. Я говорю, делайте все, что нужно, на ваше усмотрение. И меня сразу в операционную. Главное в этой истории то, что врачи сработали очень оперативно. Отчет шел буквально на минуты. Если бы пациентку доставили чуть позже, руку пришлось бы ампутировать. Признана операция тромбоктомия из артерии верхней левой конечности с положительной динамикой. Операция признана вовремя, в срок, по показаниям. Хорошая положительная динамика на консервативной терапии. Пульсация артерии удовлетворительная. Таким образом, женщине удалось спасти руку. Сейчас здоровью пациентки уже ничего не угрожает. Отступил и ковид. После нескольких дней восстановления Татьяна Александровна отправится домой. Денис Александрович Нерошников. Замечательный заведующий отделения. Очень порядочный мужчина. И вообще, я благодарна ему. Всем, что он еще может. И санитарки, и нянечки. Все-все-все девочки. Очень хорошие. Спасибо вам. В сквере «Юность» прошло торжественное открытие выставки под названием «Зимние зарисовки». На экспозиции представлены ретро-снимки из фонда историко-культурного центра, а также работы воспитанников фотокружка «Инициатива». Подробности узнаем у Натальи Буслаевой. Выставка «Зимние зарисовки» представлена на четырех стендах, расположенных в сквере «Юность». Своё видение заснеженных городских пейзажей продемонстрировали опытные и юные фотохудожники. Эта фотовыставка не первая о зиме. Была и зима в городе, и зимние мотивы, и другие выставки. А здесь мы хотели показать, наряду с историческими фотографиями, которые представлены из фондов историко-культурного центра, также фотографии и современные нашего города. Наряду с современными фотографиями на экспозиции представлены ретро-снимки из фонда историко-культурного центра, на которых можно увидеть, каким был зимний город в 50-е, 60-е, 70-е годы. Также выставили несколько своих работ и воспитанники фотокружка «Инициатива». Нашим воспитанникам очень приятно, и родителям в том числе, видеть свои работы на таких стендах, большие красивые работы. Мы делимся впечатлениями, разбираем, что получилось, что не получилось, как сделать, чтобы еще лучше была красота нашего города в разное время года. Я хотела изначально пофотографировать лес. Это была первая идея, потому что снег выпал, лес красивый. У меня фотографии машины. Машина вся в снегу. Софья Королева занимается фотокружке несколько месяцев. Девочка очень увлечена этим видом искусства. На экспозиции представлены две ее фотографии. Мне понравилась подсветка, ну и как это выглядит вообще в принципе. Я решила выбрать именно эти объекты, потому что, опять же, недалеко, опять же, удобно дойти. Ну и это центр нашего города. Возраст ребят от 8 до 15 лет. И в каждой возрастной категории есть вот свои лучшие работы. Есть те, кто только пришел, и уже их работы представлены здесь. Поэтому каждая работа хороша по-своему. На экспозиции размещены зимние зарисовки и мастеров фотографии Владимира Веньшова и Вячеслава Гаевского. По жизни встречается всегда очень много интересного. Ну и эти фотографии просто вот из наблюдений. Я снял в 10-м и 13-м году. И они как бы оставили память о том ледяном дожде, об леденении города, о большом снеге. Ну и как празднуется Новый год. Самое главное, что фотографии начинают заниматься, интересоваться вот маленькие ребятишки. Это здорово. Я вот был у них на кружке, разговаривал с ними и вижу, что есть интерес к фотографии. Есть интерес, это очень здорово. Фотография развивает вкус, видение природы. Всем участникам фотовыставки на торжественном открытии от историко-культурного центра были вручены почетные грамоты. Экспозиция зимней зарисовки будет работать до 21 февраля. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин